Не стоит носить одежду чёрного цвета. Это определит то, как функционирует ваша энергия и вашу психологическую стабильность внутри. Адь-йоги известен многими проявлениями, и одно из его измерений называется вайраги или бхайраги. Вайраг означает «цвет», вайраг означает «выйти за пределы того, что является цветом». Потому что цвет, как мы его знаем, как его знает наш зрительный аппарат, это лишь расщепление белого света. Что-то выглядит красным не потому, что оно красное, а из-за всего спектра цветов, которые существуют в белом свете. Что-то удерживает все цвета и отражает только красный. Или другими словами, то, что оно отражает, становится его цветом. Это означает, что восприятие обманчиво. Вы думаете, что объект красный, но он является всем, кроме красного. Вы думаете, что объект красный, потому что он отражает только красный цвет, удерживая все остальное. Что-то является белым, потому что оно отражает все таким, как оно есть. Поэтому, если вы находитесь в областях, пространствах и ситуациях, где у вас нет контроля над тем, что происходит вокруг, всегда рекомендуется носить белое. Если вы выходите, надевайте белое, потому что вы не знаете, что происходит. Вы не знаете, что происходит в мире вокруг вас. Вы не знаете, что происходит в умах окружающих, какие мысли, какие эмоции несут люди. Белый цвет дает вам определенную защиту, потому что он отражает все. Не только свет, но и саму энергию. Черный цвет поглощает все. Если вы находитесь в пространстве, где вы хотите поглотить то, что вас окружает, носите черное. Но если вы носите черное там, где вы не хотите впитывать, а носите этот цвет потому, что так выглядите стройнее, вы начнете накапливать самое разное. Хотя такое заявление может многим не понравиться, я бы приписал не менее 20-25% психологических сложностей, с которыми сталкиваются люди, тому, что они носят черную одежду в течение длительного времени, в тех ситуациях, в которых это совершенно лишнее. и я вижу. Потому что черный — это всегда плохо. Я не буду вдаваться в это. Но по какой-то причине. Черное связано с негативом. Черное связывается не с божественным, а с дьявольским. Если приходит дьявол, он обязательно приходит в черной одежде. Исходя из этого, люди надевают черное для траура. Когда кто-то умирает, надевать черное нельзя. Если рядом произошла смерть, вам следует надеть белое, потому что вы не хотите поглощать такую энергию. Но я вижу, что все носят черное, если кто-то умирает. Это полное непонимание жизни и полное отсутствие осознанности. Вы только интеллектуально пришли к тому, что черный цвет означает смерть. Да, это так. Я не говорю «нет». Но хотите ли вы стать смертью, или вы хотите находиться подальше от этого? Те, кто мертв, мертвы, мы это уважаем. Но те, кто жив, должны оставаться живыми. Они не должны становиться полумертвыми, поглощая такие вещи. Поэтому, если есть что-то, что вы не хотите поглощать, вы должны носить белое. Все остальные цвета находятся в промежутке между черным и белым. Белое означает полное отражение, черное означает отсутствие отражения. Промежуточные цвета — выборочное отражение. Это для развлечения. Но там, где мы действительно хотим что-то впитать, мы носим черное. Там, где мы хотим отражать, мы надеваем белое. Но уже давно делается как раз обратное. Не носите черное на улице. Не носите черное в офисе. Я говорю о черной одежде вообще, а не только об этой конкретной черной ткани. Не отправляйтесь в метро. Я имею в виду подземный поезд, а не магазин. Все перемешалось. Не носите черную одежду в местах, атмосферу которых не хотите впитывать. Потому что это определит способ функционирования вашей энергии. Это определит психологическую стабильность, которая у вас внутри. И множество других аспектов. У цвета есть свои хитрости.